Скажите, как вам удалось стать председателем, ведь Край вас не поддерживал? Ну, я должен на этот вопрос ответить однозначно. Край меня не поддерживал и в 2015 году, Край меня не поддерживал и в 2020 году. Я говорю без пафоса, без всякого. Я на поддержке Края не надеюсь. Я надеюсь на поддержку, прежде всего, населения, избирателей и своих коллег, которые мне оказали доверие. И я думаю, учитывая опыт прошлых лет, ну, этот, скажем так, сезон будет, наверное, совсем по-другому. Более целенаправленно, более, наверное, отдача будет гораздо положительнее, чем было. Все-таки учтите, я же не всегда был председателем, поэтому я учту ошибки. А вы учите ошибки, а не могли бы вы, может быть, сказать, какие были сделаны ошибки? Ну, во-первых, изначально, да, после вот того, как у нас собрались мы, ошибки начались с разногласий. Ну, и с разногласий, довольно-таки, знаете, меркантильные мы. Кто-то захотел подряд, да, ему не дали депутат, к которому шли командой, да, главы района. Кто-то получил, он недоволен и так далее, и так далее. Когда-то кто-то там произнес, что деньги их рассорят. Действительно, деньги рассорили, деньги комбинаты эти 408 миллионов, большую часть депутатов рассорили, да, между собой. Кто-то считал, что нужно их направить туда, кто-то туда. Кто-то посчитал, а так оно и было, что их растратили не очень эффективно. Например, вставляли окна под войной цене, но, к сожалению, мы это писали и не доказали. Поэтому, поэтому, вот нынешний состав, да, я смотрю, все пришли мужики такие моложавые, самостоятельные, не под кем, ну, вульгарно выражаясь, не ходящие, так сказать. Поэтому у них будет своя точка зрения, и я думаю, точка зрения будет нормальная, хозяйственная такая, ну, интересы все-таки района. Если сегодня надо было заменить котел в Тарутино, сейчас, как мы сейчас собирались, да, так его и будут менять, а не откладывать, знаете, на март месяц, как у нас это было. А можете какой-нибудь комментарий дать все-таки по новому составу, вот, чем он отличается от прошлого? Ну, если с политической точки зрения, да, то от прошлого созыва он отличается тем, что сегодня представитель, например, компании «Русал», всего три человека. В 2015 году было семь человек, вот, чисто работников представителей «Русала», вот, вот этим он отличается с точки зрения, ну, наверное, где кто как работает. И пришли в основном все руководители. Еще отличается тем этот состав, ну, я считаю, что это не в лучшую сторону, что сельхозпроизводителей осталось, ну, фактически, я считаю, наверное, один. Это представители его агросферы и немножко Виктор Владимирович Колпаков, который занимается овцеводством, у которого сегодня 200 голов овец, да, вот они и все. Остальные в основном промышленники, бизнесмены, ну, и так далее. К сожалению, ну, наверное, все-таки нет ни одного преподавателя, если я не ошибаюсь, ни одного директора школы. То есть, очень, ну, печально, что со стороны социальной сферы как бы нет представителей. То есть, ну, есть такое, что немного не хватает здесь с каждой, скажем так, структурой, ну... С каждой области жизни, скажем так, не хватает, да. Хотелось бы образования, хотелось бы более сельского хозяйства, ну, и так далее. Все-таки район сельскохозяйственный. Почему меня иногда вопрекают, корень-то голосуешь за сельскохозяйственные деньги? Да, у нас в районе слабенькая материально-техническая база сельского хозяйства. Если не считать агросферу, ну, там, допустим, Ушаков, тоже ничего вот так. А остальные это все мыкаются, бедолаги. Загон сделают, овец купят, надо же тоже какую-то базу делать, и технику, и прочее, и прочее. Да, эти деньги выделяются на программу сельского хозяйства, но под программу, как разработает администрация, туда деньги и направятся. Если на растеневодство, значит, да. Если там на удобрения, значит, да. Но это их приогатива. Наша выделить, а им разработать, чтобы это было действительно в дело пошло. Не могли бы дать какой-нибудь комментарий по сложившейся ситуации о главе города? Ну, что вас конкретно интересует все-таки? Ну, меня вот интересует, допустим, вот меня вот, скажем так, даже не репортера, а как человек, а интересует такой вопрос. Вот, не углядел, халатность. А как вот сейчас, когда появится новая глава города, кто это будет все контролировать? Как это все будет контролироваться? Вы имя глава района когда появится? Да, здесь, да. Что будет контролироваться? Все, что контролировалось, должно было контролироваться? Вот отчетность. У него всегда, вот я читал, хромала отчетность. Ну не то, что хромала отчетность. Глава района как бы демонстративно показывал неуважение к районному совету депутатов. Меня именно это коробило. То есть 31 декабря он сдавал отчет за прошлый год. Ну что ему мешало сдать 1 мая как губернатор? Он первый раз отчитался и положил положительную оценку. Положительного тоже было достаточно. И ему выставили депутаты положительную оценку, если бы он доказал. Но вот это вот нежелание, это и раздражало депутатов. Нарастал вот этот ком. Неправильное нераповедение. Сегодня мало быть хозяйственником, как говорят. Надо ставить хозяйственника. Сегодня нужно еще быть и чиновником, и аппаратчиком, и понимать эти все вещи, и сглаживать их. Я к репортеру хочу преследовать две стороны. И сейчас, когда произошло и много говорят о инциденте, который произошел, все вспоминают только плохое. Может быть скажете что-нибудь хорошее? Нет, я могу и сказать хорошее. Все-таки вот тот 16-й год, да, я могу сказать хорошее и про Русал, который дали нам 11 миллионов помощи, на который мы ставили в основном в школах окна, двери. Это очень за единство. Были завышенные цены подрядчикам, но это уже другой грех. Это им спасибо большое. Это очень было хорошее подспорье. К сожалению, потом они понимали, что это 400 миллионов, но, наверное, решали, что нам хватит. Ну да, действительно нам хватило. Поэтому много было сделано. Ну, наверное, все-таки и в ЖКХ, и трассы мы переделывали, и котлы новые заказывали. То есть вот та текущая работа нашла, она шла положительно. Ну, единственное, эти недостатки, что не вовремя там, запозднялись. Ну, и так далее. Все равно, и мы, видите, вот по показателям институционным хорошо. Это спасибо, конечно, не чиновникам района, это спасибо тем людям, которые сегодня работают в районе, которые внесены в реестр сельхозпроизводителей. Это спасибо той же Агросферы, которая там вложила около 200 миллионов различных сушилок. Это спасибо ООО «Хозяин», который построил тоже это. Все даже городские сельскохозяйственные предприятия, они входят в реестр сельхозпроизводителей. И потом вот эти все плюсы, они стекаются на район. Поэтому мы выходим практически в крае на первое место. Не, много положительных моментов. Ну, вот считай, что вот ненормальная работа, но опять переходим на ненормальности, переходим. Поэтому хотелось бы положительно вспомнить. Иногда отрицательность. Когда хорошо, это хорошо. Так и должно быть, чтобы было хорошо. Поэтому я считаю, что все-таки нужно видеть недостатки, а не то, что там хорошее. Аппарат сегодня вот. Ну, что это такое? Часовских сейчас сказал. Ну, нет ни одного юриста. Сегодня некому разработать консессию до конца, до ума довести. Это же ненормально. Нет ни одного зама. Вот он пурхается один. Это настораживает. А может быть, какой-нибудь комментарий по поводу площади ДК? Вы путаете этот город. А, извините. Я думал, может быть, вы мне все-таки что-нибудь скажете. Я могу сказать, что и в районе хорошие дороги по сравнению с городом. Если вот вы иногда ездите в район, ну, это, конечно, заслуга же опять организаций дорожных, которые по плану их делают. То у нас хорошие дороги. Кое-где благоустройство, конечно, поселков хромает. Ну, стараемся. Каждый год выделяют, все равно нам по 9-8 миллионов распределяем. Вот это хорошее. Единственное, чтобы качественно делали и, ну, менее вороватые подрядчики были. Расскажите о каких-нибудь целях на Новый год. Что в Новом году у нас будет ждать? На 2021 год? Угу. Ну, я думаю, мы примем все-таки сбалансированный бюджет. Я думаю, мы его примем с первого раза, потому что вот тех, все-таки будем работать на комиссиях. Это будет радовать. Как вы помните, у нас постоянно в этом были стычки по бюджету. Сегодня, в принципе, район на 85% дотационный, поэтому делить нам особо будет нечего в этом плане. Ну, наверное, рутинная работа будет в следующем году. Я думаю, в этом году будет формироваться структура новой администрации. Я думаю, придут молодые, ну, относительно молодые 40-50-летние мужики сюда, и главой района, и его заместителями. И думаю, именно они должны вытащить сегодня район, чтобы у нас как можно меньше говорили плохого, и как можно больше хорошего. Я на это надеюсь. Скажите, каким должен быть глава района, и как вы видите, или кого вы видите на этом посту? Конкретно, кого я вижу, или так абстрактная фигура? Ну, сначала расскажите, каким он должен быть, и кого, может быть, вы бы видели на этом посту. Каким должен быть глава района, это, конечно, классический вопрос. Я считаю, что деловой, это раз. Я считаю, что он должен быть, а это как бы присуще всем чиновникам. Ведь сегодня президент говорит, что если бы я всех выгнал, кто приворовывает, то работает бы он с кем. Поэтому не очень вороватый, а лучше, чтобы вообще не вороватый был. Я бы хотел, чтобы глава сегодня понимал, что без депутатского корпуса спокойно и комфортно ему работать не придется. И потому что я такой, и коллеги у меня такие все требовательные. Я бы хотел, чтобы сегодня глава пришел, ну, умел, наверное, наладить контакт с краевой власти, хотя у нас, в принципе, конфликтов и не было, хотя и сегодняшнюю главу, может, краевая власть не хотела. Ну, сгладилась, терпелась, там, пригладилась. Ну, и, наверное, может быть, даже и приятные наружности, чтобы глава был, чтобы он импонировал людям. Я хотел бы, чтобы глава встречался вот из опыта предыдущих глав, да, вот взять Тамару Иванову Осипову, которая выезжала чуть ли не ежедневно на территорию, чтобы все-таки глава встречался. Сегодня что деревенскому человеку нужно? Ему нужно высказаться кому-то. И все. Не надо там, допустим, даже если нет возможности что-то делать, но ты выслушай человека, имей к нему, конечно, уважение. Я хотел бы, чтобы глава был, навел порядок с тем, чтобы жители перестали ходить в район сегодня, потому что их сегодня и отпинывают, и не пытаются сделать консультации. Отношение такое, знаете, ну, не очень хорошее отношение сельскому жителю. Вот. Унизительно, я бы сказал. А нужно человека встречать и радушно, и объяснять. Не все специалисты. Вот примерно такой должен быть глава, я считаю. Ну, конечно, основная задача главы – это пополнить бюджет, пополнять бюджет Ачинского района. Через что у нас есть возможность издачи имущества, у нас есть возможность разговаривать с комбинатом, я так думаю, что какой-то помощи, либо есть такие и конкретные вопросы, что сегодня и комбинат где-то что-то от нас не додает, чтобы он это нам все додал, ну и тому подобное. Ну, а кого вы видите на этом посту? Я конкретно не могу сказать. Но на сегодняшний день как-то тишина, может, просто дней прошло мало. Видите ли, те мои оппоненты, они, конечно, не надеялись, что, значит, председание выберут Курен Сергея Александровича, как и в 2015 году. Мой, так сказать, там тезка, он тоже шел на председателя и заявил, что у меня 18 человек, я побеждаю. Но, к сожалению, он проиграл. Это я имею в виду по главе района, да? По председателю тогда не было такой конкуренции. Вот это мы сейчас о чем начали говорить-то? Ваш вопрос-то я уже забыл. Кого увидите. А, кого я вижу на главу? Да. Поэтому я все-таки вижу и человека нейтрального. Непредставитель русала, сразу скажу. Или, может быть, это может быть представитель окор русаловский, скажем так. Ну, может, какой-то их неподрядчик проверенный или еще что-то. Я все-таки вижу это человека, проживающего на территории района, потому что сегодня трудно понять, живя в городе. Вот примерно так. А себя вы не видите? Себя я не вижу. Я в 15-м году себя не предлагал, хотя коллеги говорили, иди, иди. Зачем? Я вот как бы хотел быть над этим. Ну, пусть идут более такие ребята, которые энергичные, хоть я тоже энергичный. Ну, пусть пробуют. У них все впереди, у меня, возможно, уже все позади. Вот сейчас, так скажем, молодежь, кто пришел, чего им не хватает? Ну, мне тяжело сказать, потому что прошло всего два дня. Я не могу понять, чего им не хватает. Но те, которые были ко мне близки, да, им не нужны сегодня должности в районе, как и в 15-м году. Никто здесь не собирается ни на главу, ни на замглаву, ни на начальника отдела, я вам откровенно скажу. Поэтому это люди, может быть, часть депутатов, да, там намеренно было, а кто-то из них хотел стать главой. Ну, конечно, один человек, там, не все же. Вот кто-то хотел председателем, но жизнь корректирует, свое. Поэтому, чего они хотят, ну, наверное, как и все люди, благополучие в семье, хорошая зарплата. Я вот с одним разговаривал депутатом, говорю, ты не хочешь пойти в заместитель? Ну, вижу, парень хороший, молодой, умный. Он говорит, нет, я лучше буду мотаться в Красноярск, там зарплата больше, понимаете? Сейчас не совсем, ну, вот этот престиж, что ли, чиновника, тем более не очень богатый район, не очень, как бы, привлекает таких деятельных парней, которые, может быть, где-то ценятся там в другом месте. Поэтому трудно вот так понять. Я бы, конечно, не хотел, чтобы главой был, ну, человек уже, наверное, за пенсионного возраста. Потому что сегодня надо понимать, что, ну, изменились времена. Нельзя жить временами еще Советского Союза. Вы-то молодые люди, не помните. Нельзя думать, что тебе сегодня кто-то придет и поможет, скажет, тебе не надо, нет. Надо быть вот креативным, как вы сегодня молодые. И не рассчитывать на кого-то, а рассчитывать только на свои силы. Там примерно. А вот раз уж мы заговорили о молодежи, а вот как молодежь в районе себя чувствует? Какие там молодежные там движения, что-то? Я могу сказать, знаете, ой, наша молодежь там привлечена. Я так не скажу. Сегодня вот объезжая, да, ну, не первый раз, конечно, идем на выборы и живя в это. Молодежь не очень хорошо себя в районе чувствует. Не очень интересная тематика. Я сейчас смотрю, даже дискотеки как-то это ушли все на оболь. Я даже затрудняюсь вот у себя в деревне, смотрю в горном. Все тусуются, как в старые времена, возле магазина, где-то там возле... Не хочу сказать, что они пьют, там плохие, хорошие ребята. Днем они хорошие, но вот занять их чем вечером, это вот, мне кажется, нужно этому уделить внимание. Почему вот за этот период было это упущено? Потому что, может быть, и заместители главы, те, которые отвечали именно за эти вещи, были увлечены другим. Политической борьбой, борьбой с районным советом, с доказательством, что они выше, они хорошие, а мы тут депутаты, никто. То увлеклись ребята не тем, чем надо было. Надо было заниматься своей работой, и все было бы по-другому. То есть есть немного ощущение, что взрослые дяденьки пока решали, кто из них главный, забыли по молодежи. Да, согласен. Принимаю эту критику, принимаю. Но видите, надо понимать полномочия. Нам как бы, если все нормально, да, к тебе прислушиваются. Но если когда вот ходишь в конфликтную ситуацию, они понимают, что это не наши полномочия им что-то там говорить, приказ наши, вот. Утвердить бюджет, там наметить какие-то планы, заставить их контролировать. Ну, получилось как получилось. У нас зато, у нас зато, я вот считаю, я вот говорю, что молодежь, люди не заняты. У нас много хороших спортсменов, ребят, активных. Вот. Поэтому, ну вот, вот. Я вот сказал именно о той части молодежи, которая, знаете, в небольших деревеньках. Вот взять, у нас есть деревня Ольховка, есть клуб. Клуб настолько убогий. Деревянные доски, которые постелили люди сами. Нету зеркала в клубе. Понимаете, а там проживает, ну если по избирателям, 160 человек. Ну, вот это отношение к Оролею. Почему сегодня руководитель всей клубной системы не обратил на это внимание? Почему? Мы говорим, мы это видим. Ну, как-то вот они все по-своему решают неправильно. Поэтому будем менять кое-кого на других людей.